здравствуйте дорогие ребята в этом видео я расскажу вам как нарисовать такого вот замечательного чеширского котика вот и нашу работу мы начнем из фона мы будем работать с вами на тонированной черной бумаге вот и первым делом мы прокроем немножечко небо сзади для чего мы будем использовать просто обычный синий кабальт то есть мы набираем немножечко синего кабальта на кисточку и просто те пятна которые у вас будут синенькими мы им прокрываем а вот а те пятна которые будут темными мы просто оставляем темную бумагу то есть темно черную бумагу вот таким вот способом после того как первый слой красочки высох вот вы можете посмотреть например выбрать место где вы хотите добавить еще больше синего кабальта чтобы немножечко высветлить еще некоторые места вот после этого мы можем проставить с вами точечками самой тоненькой кисточкой которую у вас есть вот мы можем проставить звездочки то есть маленькие белые точечки вот это я буду делать таким способом я беру тоненькую кисточку вот и делаю такие небольшие точечки на небе вот таким вот способом и заполняю небо полностью вот такими точками вот после этого мы начинаем работу над нашим котиком сначала мы прокроем некоторые участки мордочки нашего котика акриловыми красками после чего мы можем начинать работать немножечко сверху пастелью которая поможет нам показать шерточку более реалистично первым делом мы должны с вами прокрыть розовым цветом ушком внутри вы можете использовать светлый розовый вот такой вот оттеночек и также можете использовать просто белую красочку то есть например часть ушка я прокрыла светлым розовым а часть ушка вот прокрыла немножечко белым и смешала его чуть-чуть со своим розовым то есть таким вот способом или вы можете использовать например чуть-чуть потемнее розовый и светлый розовый вот первым делом нужно прокрыть два ушка после этого мы уже готовы начинать работать над шерточкой а вот для шерточки мы будем использовать светлый серый цвет и белый цвет вот и мазочками по росту шерсти мы будем прорабатывать шерточку нашего котика вот такими вот мазками где шерточка темнее вы можете немножечко затемнить наш серый цвет где посветлее чуть-чуть высветлить его и например места которые вот это пятно дальше не из носика над глазами места будут самыми светлыми поэтому вы можете взять просто беленький и немножечко подбелить эти места белая акриловая краска полностью перекроет вашу бумагу поэтому вы можете смело это делать так хорошо теперь что касается полосочек вот этих бирюзовых на ручках у котика то есть вы берете просто бирюзовую красочку смешивайте немножечко с белым цветом и прорабатываете вот небольшой кисточкой такие вот мазочки как шерстиночки имитируя шерточку нашего котика где-то вы можете чуть-чуть их затемнить например по бочкам можно их чуть-чуть затемнить показывая тень с одной стороны и с другой стороны так вот а посерединке можно оставить немножко посветлее после этого мы начинаем работу над глазиком вот глазик снизу можно прокрыть таким вот светлым голубым цветом а сверху можно просто синим кабальтом прокрыть зрачок оставить черным ребята те моменты которые у вас должны быть черными вы просто оставляете черную бумагу вот то есть не нужно ее еще раз покрывать черной краской после этого мы начнем использовать нашу пастель для своего котика я вот вверх получается головы немножечко подтемню вот и я буду использовать серую пастель и светлую серую пастель вот таких вот оттеночка вот я буду прорабатывать шерстиночки мелкие не очень большие снизу вверх вот то есть начиная от носика будем прорабатывать вот такую вот шерточку так одним цветом немножко я возьму второй цвет и добавлю более такой пушистости своему котику так и на ушках тоже и тут также так над глазиком то есть все участки где вы хотите показать немножечко больше шерточки вы можете использовать пастель так теперь что касается вот этого места тут такие у нас полосочки от которых потом будут расти усики так дальше вот эту часть тоже можно немножко проработать и вот эту часть так вот тут нам нужно затемнить этот момент я даже вот возьму немножечко темную пастель вот мы можем взять чуть-чуть потемнее оттенок вот и затемним немного вот эту часть так вот таким вот способом то же самое касается ручки то есть ту часть которую вам нужно немножко подтемнить вы пастелью можете подтемнять так теперь нам нужно также сгладить вот тут шерточку которая переходит в темное пятно так вот так и немножко еще вот тут так и пальцем нужно чуть-чуть протереть растереть вот чтобы у нас получилась плавность так после этого мы можем взять опять нашу белую красочку вот и проработать нашему котику усики так мы берем вот такую вот кисточку тоненькую и прорабатываем тоненькие очень аккуратные усы так и также этой кисточкой я проработаю еще коготочки на лапках и блик на глазики тоже можно сделать немножко поярче удачного вам домашнего задания